Всем привет, меня зовут Надежда Булыкина, я являюсь менеджером проектов комплета и в интернет-маркетинге я более трех лет. Сегодня я расскажу кейс SEO-аудит для производительных кровельных и фасадных материалов. Клиент является производителем с 1996 года и на данный момент является одним из первых производителей металлочерепицы и стальных кровельных и фасадных материалов. Клиент к нам пришел с проблемой, что сайты одного домена плохо индексируются и не попадают в топ-выдачу в поисковых системах. Поэтому перед нами стояло несколько задач. Это провести анализ группы сайтов, которые имеют одинаковые привязки к одному региону и одинаковый домен. И также необходимо было выявить проблемы, которые влияют на индексацию этих сайтов. Также мы сделали SEO-аудит, который позволил нам дать рекомендации клиенту для того, чтобы сайты не считались клонами и лучше индексировались. Вместе со мной данный проект реализовывали руководители отдела трафика, SEO-специалист и аккаунт-директор. Для того, чтобы реализовать этот кейс, мы поделили работу на несколько этапов. На первом этапе мы провели аудит, посмотрели исходные данные, с которыми пришел к нам клиент. И для того, чтобы проводить дальнейший аудит, мы выделили 4 сайта с хорошей индексацией и с плохой, для того, чтобы нам можно было проанализировать те данные, которые есть на данный момент, и на основе этого сделать какие-то выводы, почему одни сайты хорошо индексируются, а вторые индексируются плохо. По каждому из этих доменов мы проверяли несколько характеристик, такие как количество страниц в Яндексе и в Гугле, проверяли сайт мэп, возраст домена и историю обхода. В результате того, как мы проанализировали все эти показатели, каких-то значимых изменений мы не обнаружили, и мы перешли к следующему этапу, и на этом этапе мы начали уже проверять технические параметры, которые могли повлиять на индексацию сайтов. И на этом этапе мы обнаружили не только технические проблемы, но и проблемы с контентом. Мы обнаружили значимые различия в количестве посещений ботов Яндекса на странице с хорошей индексацией и на странице с плохой индексацией, но в Гугле значимых связей мы не нашли. И поэтому мы пришли к следующему этапу, мы начали анализировать историю индексации и обнаружили смену структуры сайтов, которая, предположительно, была проведена некорректно, из-за этого были какие-то изменения. Мы выявили также основные причины непопадания страниц в индекс Яндекса. Одни из них — это были маловостребованные страницы, временный редирект и дублирование страниц. Эти основные параметры достаточно сильно влияли на индексацию страниц. После этого мы сравнили индексации, сравнили разные параметры, и результаты этих выводов вы можете увидеть на слайде. После того, как мы провели аудиты, посмотрели технические проблемы, сравнили индексации, мы подготовили список требований, которые необходимо сделать для того, чтобы все-таки сайты начали лучше индексироваться. Дополнительно мы подготовили рекомендации к сайтам-клонам для того, чтобы поисковые системы не считали данные сайты клонами, для того, чтобы клиент не сталкивался с этой проблемой. В результате работ мы проанализировали 4 сайта, нашли более 16 проблемных зон, выявили около 2000 нерелевантных страниц и сформировали ранжированный список проблем, которые необходимо реализовать для того, чтобы проблема с индексацией прошла. По результату SEO-аудитов можно сделать несколько выводов. Технические ошибки действительно очень сильно влияют на индексацию страниц в Яндексе и в Гугле. Второй вывод, который можно сделать, уже на этапе программирования и разработки сайта нужно учитывать много моментов, которые в дальнейшем могут повлиять на SEO-продвижение сайта и на его индексацию в поисковиках. Идентичный ассортимент товаров, одинаковые картинки, одинаковые контактные данные на сайтах — это то, что позволяет поисковым системам определить сайты как зеркала. Поэтому для того, чтобы на сайтах хорошо индексировались и поисковые системы не определяли их как клоны, необходимо, чтобы информация была различна. И желательно, чтобы уникальность всего контента была где-то 90%. И тогда системы не будут определять сайты как сайты-клоны. На присутствие сайта в топ-выдаче влияет большое количество факторов. Это такие факторы, как технические проблемы, наличие контента разного на сайтах и другие показатели. Поэтому необходимо всегда отслеживать технические ошибки на сайтах и вовремя их устранять. Хотите так же? Тогда переходите к нам на сайт www.completo.ru, оставляйте заявку. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!